Весь ужас фашистского режима глазами школьников в селе Мирное Симферопольского района наградили победителей республиканского творческого конкурса, чтобы помнили. Из 124 работ лучшими стали 18, и они точно войдут в историю, ведь элементы рисунков планируют использовать в дальнейшем. Елена Бережная увидела работы. Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря уже стал местом поклонения для крымчан. Ежедневно сюда приезжают люди, чтобы прочувствовать ужас фашистского режима. «Эй, Мария, это сын твой сказал, люди-братья». То, как видят коричневую чуму, эти ребята они выразили в своих рисунках. Более ста крымских школьников приняли участие в республиканском конкурсе «Чтобы помнили». И сегодня получают заслуженные награды. Работа девятиклассника Эрика Майя тоже стала одной из лучших. Она посвящена узникам, которых зверски замучили фашисты в концлагере. «Камни символизируют то, как они заставляли таскать их из стороны в сторону. Хотя им это не надо было, только чтобы занять их какой-либо работой. А девочка символизирует то, что там в концлагере были и дети». Провести такой конкурс предложила министра образования республики Наталья Гончарова. Откликнулись все города и районы. Из разных уголков полуострова стали приходить рисунки от ребят. На республиканский конкурс их пришло более ста. Отобрали 18 лучших. «Нет победителей, нет проигравших. И очень рада тому, что наши дети реально пошли на конкурс, который не имел за собой призов или наград. Наградой будет служить только то, что их экскиз, их элемент экскиза будет использован в дальнейшем в значке, в эмблеме, в магните. И это тоже будет памятью на очень долгие годы». Высоко оценил эти далеко не детские по содержанию работы школьников и глава Крымского парламента. Каждую Владимир Константинов рассматривает очень внимательно. А возле этого рисунка остановился надолго. «Ребенок мечтает о свободе. Петля, весь этот ужас. И солнце, как луч надежды о том, что свобода возможна. И где-то рядом. Сильный, очень сильный рисунок». Сохранение исторической памяти. И вот такая эмоциональная помощь взрослым дорогого стоит, уверен спикер. «Главное, что они поняли, что здесь произошло. Произошло это, читается во всех этих рисунках. Поэтому та идея, которую мы закладывали, главное, возрождая этот комплекс мемориальный, это всё-таки воспитание крымчан в российском Крыму уже с учётом этой забытой, достаточно серьёзной страницы истории Крыма». Напоследок Владимир Константинов возложил цветы к мемориалу жертвам концлагеря и пообещал, комплекс будет расширяться. В следующем году, к 9 мая, здесь откроют вторую очередь, а в 2017-м приступят к строительству третьей. Елена Бережна, Александр Смычек. Время новостей. Симферопольский район.